Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом мы собрали полторы тысячи лайков. Давайте в этот раз побьем этот рекорд и в честь нового года сделаем максимальное количество лайков. Поставь лайк на этот видос и твой новый год будет лучше предыдущего. Обязательно это сделай. Но если проигнорируешь, то, конечно, не будет. Поставь лайк, дружище. Это комментарии ребят из прошлого видеоролика. Кодовое слово было игрок, и все, кто написал это кодовое слово, попали в видос. Вот прям вставляю все комменты. Как видите, их очень много. Поэтому, дружище, если тоже хочешь попасть в следующий крутой видос, досматривай ролик до конца, ищи в нем кодовое слово, и ты будешь прямо в начале нового видоса. Так что, поставь лайк. В общем, дорогие друзья, мы, собственно говоря, возвращаем линейку роликов о симуляторах автомобиля 2. Я знаю, как вы их очень сильно хотели. И вот, для вас я продолжаю снимать топовый и действительно интересный ролик по Car Simulator 2. Ребята, надеюсь, вы заметили, что графика у меня стоит на самом деле высокая, и если ее делать ниже, естественно, будет намного хуже качества. Поэтому многие просто пишут о том, что у меня графика стоит на низком, но нет, ребят, я вот показал, как на самом деле есть. Поэтому, ребята, обязательно также не забывайте, переходите по ссылочке в описании в мой телеграм-канал. Там вы найдете очень много чего интересного, ссылочки на игры, многие различные сливы, и там вы можете общаться. Главное, ведите себя очень по-человечески. Не надо там ничего плохого писать, просто общайтесь, и все будет чики-бомбони. В общем, ребята, как могли понять, сегодня мы обсудим действительно очень важную и интересную тему на данный момент. Об обновлении симулятора автомобиля 2. Уже на дворе наступил 2023 год, и в нашей любимой и замечательной игре «Симулятор автомобиля 2» не вышло ни одного обновления за все это время. На самом деле, от этого становится крайне печально, потому что, ну, лично я безумно хотел увидеть обновление еще в феврале, как в прошлом году. Просто разработчики обычно добавляют обновы в феврале месяце. То есть, да, то есть, получается, наступает Новый год, перед Новым годом обновление, в январе отдых, а уже в феврале начинаются обновы в игре. На самом деле, это действительно правильно, это действительно четко, на самом деле, именно так, правда, и должно быть, потому что обновление-то в любом случае хочется увидеть. Каждый из игроков по-любому ему наскучивает, он успевает все пройти за это время. И февраль — это тот месяц, в котором должно быть обновление, потому что у каждого там уже какие-то, не знаю, сложные уроки, что-то появляются, какие-то вещи. И действительно, игра помогает немножечко отвлечься, потому что там какое-то обновление, ты там занимаешься новыми миссиями, что-то там проходишь, что-то там делаешь. Это круто. Но в этом году, видимо, все немножечко иначе в нашем симуляторе автомобиля 2, потому что сейчас уже на дворе март месяц, и разработчики до сих пор не добавили никакого обновления. Вот прям вообще ничего нету на данный момент в симуляторах автомобиля 2. Вот что бы кто ни говорил, но в данный момент сейчас уже, собственно говоря, 14 марта, и до сих пор нету ни одного обновления в игре. То есть я даже, честно говоря, не понимаю, почему так происходит, что случилось с игрой, но разработчики действительно не хотят, видимо, выпускать что-то, либо у них какие-то проблемы, не знаю, с этой игрой, может, что-то у них не получается выпустить. Но с февраля месяца даже в группе в симуляторах автомобиля 2 они ничего нам не написали и не сказали по поводу того, что будет ли что-то в игре или нет. Хотя вообще обычно они это делают, потому что, во-первых, в их группе набралось уже 100 тысяч подписчиков, это, собственно говоря, то число, с которым они обещали добавить в игру 21.14, после чего они даже эту ситуацию никак не комментировали, то есть они ее даже не добавили и ничего об этом не говорили. Но по многим догадкам мы поняли о том, что она должна появиться уже в этом обновлении, потому что в прошлом нам добавили 6 тачек, собственно говоря, и в автосалоне осталось 4 места. То есть действительно в автосалоне должно быть 4 тачки, а одну тачку, 4-ку добавят в лад автосалон, и все встает на свои места. Но как сейчас будет, я, честно говоря, вообще не представляю, потому что разработчики умалчивают, все как-то тихо, все как-то все молча происходит. И, блин, от этого становится реально не круто, а как-то даже грустненько, потому что разработчики уже на протяжении целого месяца просто берут и молчат. То есть нигде нет ни заявлений про обновы, нет ни бета-тестов, ничего, и многие игроки уже начинают реально грустеть, и всем становится действительно жутко и обидно за игру, потому что многие подписчики уже все прошли, что можно было в игре, уже все миссии, которые есть, они были пройдены. И подписчики уже даже и не представляют, что еще, собственно говоря, попроходить симулятор автомобиля 2, потому что уже все давным-давно пройдено, все миссии, все, что есть в игре, все это уже давно обошли и сделали. И на самом деле от этого становится еще более не круче. Поэтому я и записываю этот ролик для вас, чтобы вы немножечко постарались как-то успокоиться. Если есть какая-то возможность, собственно говоря, потерпеть, то обязательно, ребята, наберитесь терпения. Разработчики в любом случае выпустят обнову, я надеюсь, что это произойдет в один прекрасный момент, и мы сможем уже насладиться обновой. Поэтому нужно немножко потерпеть, я не знаю, в любом случае, в ближайшем будущем, я уверен, что разработчики отреагируют на наши сообщения, потому что им в личку очень часто и много сейчас поступает сообщений по поводу обновы. И я думаю, что уже вот скоро они должны будут либо выпустить обновление, либо что-то уже заявить, потому что тоже так долго молчать, но, честно говоря, нельзя. Нужно как-то же своих игроков, любимых, как-то разодорить, рассказать им, что такое происходит, почему все-таки нет обновления. Ну, а также есть некоторые слухи, многие люди начали писать о том, что уже обновления в симулятор автомобиля 2 не будет, это все фейк от разработчиков, потому что дрифт должен добавить или что-то такое. Это все фейк, на самом деле разработчики готовят новый симулятор 3. По поводу этого, не знаю, вряд ли бы в данный момент разработчики бы это захотели сделать, потому что у них в полном ходу идет развитие симулятора автомобиля 2, и им, я думаю, не особо сильно нужно сейчас еще третью игру для себя делать, хотя они могут заниматься еще просто симулятором автомобиля 2, я думаю, он только еще и начинает развиваться. Но все, может быть, мало ли, может быть, они уже делают третью часть, и поэтому им некогда заниматься вторым симулятором автомобиля. Ну, посмотрим, поживем, увидим, поэтому, ребята, обязательно переходите по ссылочке в описании, в мой телеграм-канал, будем там обсуждать, буду ждать ваше мнение. Кодовое слово в этом ролике, пускай будет, собственно говоря, граффити. Все, кто напишет слово граффити, обязательно попадет в мое новое следующее видео. А также, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте больше лайков на этот ролик. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующий ролик по симулятору автомобиля 2. Ну, а пока вы, ребята, не забывайте смотреть другие ролики на канале, потому что их очень много. Да, ребят, я снимал не только симулятор автомобиля 2, но и другие различные видео, поэтому я думаю, вам это должно точно понравиться. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш Мимил Ильич. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем до скорых встреч!